Приветствую вас. Я чуть-чуть замотался дома в ТП. Пришлось возвращаться. Оставили малых дома, они градусник разбили и спрятались в другой комнате, чтобы не дышать. Хорошо. Слава Господу. Вообще, хочу сказать, что в какой-то мере проповедник должен замотаться в какой-то мере легко, потому что даже если не готов, есть всегда такая шпаргалка. Но на самом деле эта шпаргалка – это основа проповедник. И вообще по праву можно выйти за кафедру, действительно просто читать Писание. И это уже будет председательно для каждого из вас. И для меня, и для вас. Для тех, кто принимает это Слово, с этими людьми Святой Дух будет работать. Апостолы в послании Хасалоникийцам сказали в повторной главе в 13 стихе «Посему мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Действительно, слава Господу, Слово Бога, если Его принимают от Бога, но Святым Духом действует в сердцах верующих. Я хотел бы сегодня с вами поделиться довольно большим местом Писания. Я буду много читать из Битвы и мало это комментировать. Тридцатый Псалом. Я хочу с вами прочитать весь Тридцатый Псалом и действительно проследить о том, Псалом, да, Дарья Псалом, о том, какое у Давида настроение, какие у Давида переживания и как он с этими переживаниями справляется. Давайте для начала его весь почитаем. Он небольшой, двадцать пять стихов. Начальник упора Псалом Давида. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыню, домом придержище, чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты, крепость моя, в руку Твою придаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божий истины. Ненавижу почитателей, суеверных идолов, но для Господа, но на Господа уповаю. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горе с души моей. И не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сопло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась печали жизнь моя и лета моя в спинаниях. Из немогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я взделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыл в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышится злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они изговариваются против меня, умышляя и ссорную душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих, от гонителей моих. Я не светлое лицо Твою, рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постижусь я, что к Тебе взываю. Нечестивые же, да посранятся, да умолкнут в ваде. Да они имеют устал живые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающий на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под кромом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне тень и милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к Тебе. «Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных, и с поступающих отмен на вас дает из избытков. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше все, надеющиеся на Него». Вы заметили, как интересно пишет Давид? В этом псалме он употребляет слово «буду радоваться и веселиться», и одновременно говорит, что «истощилось сердце мое, и истощилась печаль, и жизнь моя». Какие-то, на первый взгляд, противоречия. В одном и том же псалме один и тот же человек одновременно говорит противоречивые вещи, что он будет радоваться и веселиться, и что он печаль, и истощилась печаль, и истощилась печаль, и жизнь моя. Как же так получается? Знаете, начиная с самой первой фразы, «На Тебя, Господи, уповаю, да не подстыжусь вовек». Только с первой фразы уже даже для себя понимает это определенное обречение. Давид, в первую очередь, он не стыдится упования на Бога. Причем вовек. Ему не стыдно. А может, я стыжусь? Может, это даже, знаете, не видно со стороны. Вроде бы, такой примерный христианин, но в душе, в душе я не могу стыдиться, того, что я уповаю на Бога. Каждый человек оценивает себя. Какие у меня отношения с Богом? Стыжусь ли я упования на Бога? Стыжусь ли я того, что взываю к Богу? Стыдно ли мне, что я поступаю так, как хочет Бог? Или я всего лишь скрываю упование на Бога, чтобы не потерять признание окружающих людей? Но Давид? Давид не стыдится, и он радуется. Радуется и веселится чему? Он радуется и веселится действительно присутствию Бога в его жизни. Восьмой стих. Да буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на детстве мое, узнал горе стучи моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на прославном месте. Столько действительно Бог делает в жизни Давида, и он не стыдится этого, и он радуется и веселится присутствию Бога в жизни. А вижу ли я? Вижу ли я то, как Бог действует в моей жизни? Недавно на общении с молодежью, ну, в общем, мы стараемся постоянно рассказывать друг другу вообще, и каким образом Бог проявляется в нашей жизни, в наших мыслях, в наших окружающих обстоятельствах, как мы видим Бога. И это не так уж и просто, потому что такая суета, и когда восстанавливаешься, понимаешь, слава Господь тебе, что я вообще живу. И второе, первое, да, не стыдиться того, что на Господу уповаем, и радоваться присутствию в нашей жизни Бога, так, как радуется Давид. И дальше в псалме у него меняется настроение. Он описывает то, что он находится в печали. То, что он находится в печали, и говорит, почему. Почему у него эта печаль? Источилась печаль. Жизнь моя, один из стих, или там их стенами. А с 13 стиха я забыл в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, слышу злоречия многих. Отовсюду ужас. Видящие меня на улице бегут от меня. Смотрите, то, когда мы не стыдимся, не стыдимся упования на Бога, мы можем терять признание окружающих людей. Дэвид пишет, да? От всех врагов и у соседей моих я сделался страшилищем, и у знакомых своих. Он теряет признание. Признание в обществе, да? По философии, в университете изучали, что существует такая пирамида потребностей у человека, где потребности физические, а одна из этих потребностей – это потребность признания в обществе. Потребность человека. И у христианина правильно, когда эта потребность, она намного дальше, чем потребность в личных отношениях с Богом. Потому что всю свою печаль до них заканчивает словами, «А на Тебя, Господи, я уповарив, я говорю, Ты мой Бог». И 18 стих снова, да? «Не постыжусь, Господь, что я к Тебе взываю». Да ведь все-таки делает в своей жизни главное упование на Бога. И в этом уповании на Бога он видит, что в 20 стихах, «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для бояшихся Тебя». Упывая на Бога, мы же видим, видим те блага, которые Господь хранит для нас, те действия, которые производит Господь в наших жизнях, в наших сердцах, те блага, которые Ты приготовил уповающими Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под кромом лица Твоего от нитежеверских, скрываешь под всеми отбереганиями языков. Благословен Господь, что явил единую милость в укрепленном Господе». Такое слово, что в переживаниях говорит смятение, я думал, что «Отвержен от очей Твоих». Но вас звал Господу, и Господь услышал голос молитвы Его. И действительно, Давид признал, Господь с ним. Уповайте на Бога. Не стердитесь взывать Бога и надеяться на Него. Смотрите, обращайте внимание на то, как Бог действительно действует в вашей жизни. Радуйтесь и веселитесь присутствию Бога в вашей жизни, а не стыкитесь Бога. «Ведь Господь хранит верных». И последние два стиха просто ими закончат. «Любите Господа, все правят ли Его». Господь хранит верных, и поступающим надменно воздается сбытом. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше все надеющиеся на Господа. Аминь. 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 Аминь.